Привет всем привет, вы на канале пиратская жизнь, ребятки извиняюсь что сегодня очень мало видео, что-то я сегодня целый день болею, вот насморк, кашляю и все, ну, да, ну, вообще, да, вообще, это откровенный человек, а еще мне сегодня на слово какают, блин, что-то сказал, ты, ты, да, 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 ты, ты, да, еще у меня тут выпендриваются, сам-то вообще, короче, мы сейчас решили, ну, что тупить дома, телефон там и прочее, лучше потупим на морюшке, как говорится, посидим, позагоряем, пообдуваемся ветерочком, глядишь, морской воздух, он как-то немножечко, немножечко будет полегче, знаете, что-то я сейчас сидела, смотрела, думала, здесь какая-то дурацкая планировка на самом деле, вот очень дурацкая, вот здесь вот ящик, он изолированный, он вообще не открывается, ничего с ним не происходит, вот здесь вот стоит стиральная машинка, да, при условии, что вот здесь вот пространства, да хрена и больше, я не знаю, может быть, изначально проектировщиками было задумано, что в эту нишу стоит холодильник, и это на самом деле было бы просто идеально, вот, а вот стиральная машинка встает вот туда, но, к сожалению, здесь вот поставили так, и поэтому здесь получается так, что здесь стоит холодильник, и вот не пройти, не проехать, ну, кажется, идеально было бы поставить холодильник вот туда, стиральную машинку вот туда, и всё. Ну, может быть, из-за этого. Нет, подожди, тут же, тут же рядом вот эта вот канализация, можно было вот в эту канализацию вывести, и чего? А подключать её в розетку, розетка там есть? То есть можно было вывести? Ну, ну вот смотри, ну они же вот здесь сделали розетку, получается, ну зачем они здесь сделали розетку? Ну вот что сюда? А что сюда ещё ставить? Раз, максимум, сушилку сюда ещё поставить? Да, кстати. Сверху? Вот вариант, здесь машинка и сушилка. Ну, потому что по стандарту идёт машинка, и то вот видите, как здесь всё уже с этой расклеилось. Ну, просто мне кажется, на самом деле это крайне неудобно, потому что даже, говорю, когда открываешь, ну вот так закрывает, открывает. Видишь, ну? Чего? И чего? Тихо. Ой, сильно задело? Сори. Ну и что здесь подсвечивать вот эту херню? Нет, просто если сюда поставишь холодильник, то её не включишь. Ну, ну почему ты не включишь? Есть холодильник чуть поменьше. Или можно было вынести и выключать, например, вот сюда. Ну, в общем, короче, говорю, вот здесь вот было бы идеально, вот если просто вот эту холодильнику брать. Вот. И тогда было бы и места больше, и можно было бы вот сюда вот спокойно подходить, заходить, потому что здесь что-то расставлять там и прочее. А так, получается, у тебя пятачок, в любом случае, вот этот вот маленький. Как в некоторых квартирах, я видела, вот здесь вот они делают ещё такой, как этот, не бар, а этот вот, барную стойку вот такую вот. В общем, да-да-да-да-да-да. Не очень идеально получается. Ну, это я так, знаете, уже для своей квартиры уже просто думаю. Потому что в идеале, конечно, я прям хочу сделать ремонт ещё на кухне, но пока что у меня планы на зал. Вот. Потому что первым делом мы сделаем зал, а кухню будем обдумывать, как оно сделает на самом деле идеально. Вот. Но, кстати, знаете, вот эта вот глянцевая поверхность, просто вот такая пластиковая, на самом деле очень понравилась. Очень удобно. Вот. В общем, присматриваю варианты, как сделать нам кухню. Вот. По сути, очень удобненько. Только вот здесь вместо микроволновки, например, просто поставить эту... Приту у нас, да, то есть вот так вот. Ну, всё, пошли. Чего? А ещё в нос? Да. Не брать, не брать. Чего? Ну, возьми стойку на всякий случай, да. В общем, сейчас идём прогуляться. Вот, кстати, кто как видит, вот, как вы считаете? Вот я права или не права? Мне кажется, тут я права. Потому что холодильник здесь, ну, вообще ни к селу, ни к городу. Как-то вот так вот. Да. В общем, пойдёмте вместе с вами, потупим на морюшке. На улицу так выходишь, прям жаром таким. Ох! Собаки. Дрыхнет. У всех стейшн. Вон, сосачки. А вон, говорят, косым в глазах проблять. Такие прям кислые-кислые. Но не вначале только кислые, а потом нормальные. Вот я взял в рот сразу. Нормально. Вот прекрасный проулочек. Тихий, спокойный. Напрягают только собаки. Потому что их много. Они не всегда дружелюбны. Вон, кстати, ливадия розовенькая. Красивая. Здесь беленькие, а есть розенькие. Красота. Погода хорошая. Ой, на морске вообще красота. Сидишь, вся ветерочка вдувает. Он, говорит, у него уже ноги облаживают. Тут белки бегают. Да, вот здесь, кстати, вот видели белки. Вот прям вот по вот этой вот бежали. По водам. Он когда-то въем был. Да? Поджемплим. Сма. Солнце прям яркое. Такое хорошее, тепленькое. Я говорю, мне надо, знаете, может хоть на солнышке подлежусь. У меня так ухо-то и не слышишь нифига. Состояние такое, несостояние. Неплохо, конечно, когда болеешь на отдыхе. Вот мы и выяснили, что в Таиланде такие обладающиеся. Ради белок. Чтобы белкам было удобнее бегать. Все ради белок. Все для них. Ой, ну такая красота. Красота, да? В общем. Супер. Здесь такая растительность красивая. Ну, львадя. Розовенькие, желтенькие. Очень красиво смотрятся. И вот видите, чтобы вот сюда серую стену прикрыть, мы посадили вот такие вот пальмочки. Маленькие. И все. Некрасивая серая стена стала красивой. Да, ой, красота. Природа здесь, конечно, очень красивая. У нас тоже красивая, но... Здесь тоже очень красивая. Короче, везде все красиво. Здесь просто необычная. Непривычная. Очень много вот таких вот заборчиков из живой изгороди. Тоже могли вот просто сделать обычный серый забор. Они посадили кустарник. Да. Я говорю вам, чтобы было красивенько, они вот такую кустарничку посадили. Теревья. И тут постоянно все постригает, ухаживает. Вот сверху, смотри. Здесь пострижено, а сверху, видишь, как это... Как шевелюра такая. Как будто недостриженная сверху. О, здесь, смотри-ка, уже побелили. Уже покрасили. Обалдеть. Быстро как построили. Мы когда приехали, там только еще это... Бетон заливали. А тут уже, видите, раз. Все. Вообще, во мне проснулся дизайнер. Это опасно для моего кошелька. Я нашел совместного. У меня Вовка. На кошельке. Он у меня деньгами заведует. Зашли в свой налайон. Смотрите, у них эти вот сосиски. 42. Это с перцем острое. А с сыром... Вот. Четыре штучки. 45. Это нормально. С сыром. С сыром. В этот раз. О, здесь только всякое разное фигнение. Вообще. Смотрите. Смотрите, вот это вот. Я так понимаю, просто кусочки мяса. Вот. Их можно погреть. Вот. И, кстати, как раз хотел вам сделать обзор кровой палочки. Смотрите. Вот это вот. Как фарш. Колбаска какая-то. Свиная. Рубльная. Типа того. Вот стоит 39 бат. Одна штучка. Дальше. Вот эти. Это вот какая-то, как соевая колбаса. Не напоминает. Ну, или, как знать, у нас, типа, ливерная история. Вот. Дальше. Что-то у нас еще интересного есть. Смотрите. Вот это масло. Я так понимаю. Баттер. 39 бат. Это 4 штучка. Где, например, в всяких столовках и прочих. Так вот масло очень много. Да? А, есть еще вкуснее? Там супер лимон. Подожди, да? Я пасула сделаю обзор. Так вот это тоже вот масло. Баттер. Ну, кстати, мы брали в прошлый раз. Оно у них сладкое. 72 баттера. Вот такое масло. Это, я так понимаю. Соленое масло. Вот это соленое, это австралийское, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да. 129 стоит. Дальше. Смотрите. Это тоже масло. Так, что у нас снизу? Снизу вот такие вот оливки. Маслину. Как они там называются? 19 бат. Стенок путаю. Черные, зелененькие. Так, это у них тыква получается. Так. 19 бат стоит. Какой-то фрукт. Я так понимаю. Кстати, никогда такой не пробовал. Видите, вот такой и сахар с перцем. Они очень любят этот сахар с перцем. Дальше. То же самое. То же самое. Молодец. Сейчас я посмотрел. Хорошо. Подожди. Шелопот. Давай, а я тут обзор делал. Постань рядом со мной еще. Так, смотрите. Вот это получается у них манго. Оно такое, знаете, зеленое. Мне очень любит у вас с острым перцем. Кушать. Стоит 27 бат. Так, дальше. Масло. Сыр, сыр. Я у меня здесь видела. Интересный сыр. А вот тоже сыр. Смотрите. Вот. Не знаю, сколько стоит. 16 бат. Потому что вот такой бац. Сыр. Пицца орегано. То есть он с орегано. Вот это идет. Маленькую паколочку, да? 16 бат. Вот тоже сыр. 145. Посмотрите. Это чедер. 12 слайсов. Ну, такой вот, знаете, типо наш Хохланд. И всякие вот такие вот сыры. Вот. Но вспомните, сколько стоит наш Хохланд? 100 рублей, да? Там 120. А вот здесь 145 бат. Это умножается на 3. Очень дорого. Вот такой сыр. Здесь 6 кусочков. Вот здесь уже получается. Он стоит. Кстати, можно взять такой бутерброда. Как раз. Это очень вкусно. 6. 6 слайсиков. 75 бат. Дальше. У них вот такой вот есть сыр. Видите? Я не помню, сколько он точно стоит. Есть, наверное. Нет, у них указано. В другом, кстати, с Аминова, я смотрела, там прям кусками сыр пытается. Вот. Очень дорогой. Сыр у них очень дорогой. Я говорю, что в чем можно вот такой взять? Ну, иди на клей. Вот ты его сдай. Вон туда, вон на клей. Там за 3. Так, в общем, сыр вот такой. Дальше. Смотрите, если у всякого висят. Здесь, я так понимаю, что-то типа курица, что ли. Что-то такое. 39 бат. Дальше вот типа наггетсов. Уже готовые. Они, в принципе, уже все готовые. То есть можно попросить. Они вам все приготовят. Вот здесь вот в микроволновке погреют. Также вот такие сосиски. Такие сосиски. Ну, это гёдзо. Очень многие про них знают. Это со свинины. Про собак. Это у нас чем? Это у нас непонятно с чем. Может быть, с креветкой? У них еще есть с креветкой, но что-то я их не стрясала. Вот разные виды сосисок, сарделек. Вот такие типа сардельки. Вот уже видите, вот они 34 бата за две штучки. Так, дальше вот такие вот сардельки. Один чуть подкопченого, 34 бата. Бекон. Бекон вообще дорого, 69 бат. Почему, знаете, я смотрела, какой-то очень жирный у них. Мясо и молок. Вот такие сосиски. Мы, по-моему, вот такие брали. Так, дальше что у нас там? О, они гири. Они гири. Сегодня, кстати, большой выбор. Они гири. Вот это просто с лосочем. Вот мы, кстати, говорили, о нигири продаются в пятерочке. Не видела. Надо бы зайти посмотреть. Вот этот соус. Это я типа уголь, по-моему. Вот. Есть вот такая вот о нигири с икрой литушей. Так, а есть вот такие вот. Типа тоже о нигири, только это ровно. Вот этот, я так понимаю, с кимчи. То же видите, здесь указано вообще, как его распаковывать, развертывать, чтобы не порвать листочек. Вот здесь у нас получается о нигири с капусты. Нет. Ну подожди, я обзор делаю. Так. Такие штучки. Так, здесь вот что такое? Это кимчи. Здесь тоже есть вот такие булочки на пару. Вот это такая большая. Видишь, ну или какая? Тридцбаску. Она с мясом идет. Вот, даже написано. Порк. Просящи, да. Вот это вообще. Джамбо Биг Пау. Офигурно. Вот мы, наверное, вот такие вот ели вчера. И здесь вот две штучки на ощупь. Или четыре. Ну там прям побольше было. Вот. Стоит 24 бата, 29 бата. Есть, кстати, вот такие вот готовые единицы. Типа рис, да. Вот такой кимчи. Да. Вот такая вот. Это типа суп я так полную, да? То есть его нужно разморозить, потому что внутри он как будто... Разогрели. Он там, наверное, растает. Кстати, мне говорили, что типа вот готовые единицы, типа стоит 340 бант. Ну, пардон, здесь порция такая, ну не самая большая. 200 грамм? Нет, просто мне говорили, что так в Таиланде можно дешево питаться. Ну, все-таки не сравнивайте замороженную еду, например, да? И нормальную еду в кафе. Потому что вот может, конечно, вот это вот взять, да, погреть. За 40 бат, но тем не менее. Замороженной еды здесь очень много. Ну, такой охлажденки. Вот это вообще что-то по карри, что ли, с курицей. Да, карри. Вот по 45 бат. Вот такой вот есть. Ты оплатил уже все? Что? 60. Сейчас я посмотрю и пойдешь. Иди погресь на воду. Сейчас пойду. Вот. Вот такая вот вида. Это все типа, когда, да? Жаркое у наших срисов. Ну, и в принципе тут все срисов идет. Вот лицо с чем-то. Они такое делал. Вот тут вот такое вот это янья. Это типа, ну, знаете, палочки такие клетки, или как-то называется. Не помню. Так, снизу там всякие супы, кстати, тоже есть. Вот такой суп. Такой небольшой. Типа суп, наверное, какой-то жиденький. Так, ну, вот здесь вот холодный цех. Здесь, конечно, представлено очень много разных бургеров. Вот, и они вам тоже погреют, они уже готовые. Их просто охлажденные. Здесь треугольнички, наверное, очень многие знают. Вот эти треугольнички по 29, вот эти по 32. Но вот эти вот, когда жарят, они очень красивые. У них такой колер получается, хорстный. Я не знаю, чем-то они, по-моему, промазаны. Вот это, в частности, с тунцом. Салмон. Туна салмон. Туна салмон. Есть вот такая рваная свинина. Ветчина, сыр по 32 бата. Умножайся на 3. Вот это вот ветчина, каперса, сыр. Или что-то такой соус какой-то. Что-то чисто с сыром. Вот, сыром, видите, смотрите, 35. И чисто с сыром 37. То есть, вот чисто с сыром дороже. Вот это очень вкусно со шпинатом, ветчиной. Вот такой вот я, наверное, не пробовала порк вив чили паста. А с чили паста мы не берем такое. То есть, вот бургеры, пожалуйста, любые. Есть десертики всякие разные. Так, это что-то, наверное, типа... Ну, какого-то они любят кокос натертый. Значит, надо взять попробовать его и потом. Так, вот такая вот ступа. Это тоже, знаешь, типа какой-то чай, поки и прочее. Желем. Так. Это вот по 10 бат, по 20. Вот такие вот десертики маленькие. Вот такую вот, смотрите. Так, вот. Тоже какая-то сладость. Очень много сладости. Вот даже есть вот такие вот бургеры, смотрите-ка. Сделано за сладостью. Бургер чисто, ведь не булочка, а из риса. Вот. То есть он сделал вот так вот. То есть вместо риса, а вместо булки здесь рис. Забавно, да? Вот. Вот это, кстати, штучка прикольная. Это вот я такой брала. Мне очень понравилось. Здесь такой, знаете, написано, что типа это кокос. Но на самом деле это не кокоса, а как желешка такая просто внутри. Зерна мячи в кокосом соке. Ну, вкусная штучка. Так, на один раз. Это десертик можно использовать. Что у нас здесь еще? Кукумбер, по-моему, если не ошибаюсь. А, нет, это как картошка. Сладкая картошка. Хотя она у них вот такая отварная уже. На самом деле попробует тоже интересно. Так, и что такое? Непонятно. Еще много всего. Необычное. Так, дальше. Ну, здесь, соответственно, йогурт. Какой-то сыр, может быть, плавленый. Не знаю, что такое. Вот. Есть йогурт. Вот такой вот кокосный. Кстати, слышали как-то, девочки, ехали в Тук-Туке на гордочке. Мне очень нравится вот такое молочко. Мейджу. Очень вкусное оно. А здесь с разными вкусами. Вот банановое, например. Кофейное. Вот такое вот. Стоит 12 бат. Очень удобно. Вот. Шоколадное. Есть просто типа вот оригинальное молоко. Но на самом деле это, ну, по вкусу, не молоко. Там все равно как соевое, не знаю, все, не знаю, все оно сделано. Вот такое вот. Я тут, наверное, что-то типа питьевого йогурта. Вот. Цена, вы сами видите. Вот. Вроде как вот это вот нормальное молоко. Ну. 0. Видите, то есть обезжиренное получается, конечно. 462. Здесь вот такой вот ведь процент. Это вот американцы очень любят гиппинты. Так, здесь у нас, соответственно, все. Всякие разные кофе. Так, баночки. Тоже вот с какими-то разными напитками. Либо-то они все такие штучки. Тоже вот соки, молочки и прочее-прочее. Цена, сами видите. Вот такую железку права. Это тоже внутри как желе. С каком-то как соки. Вот. Ну, какой-то фрукт, но не знаю, все. Ну, так это сладко, очень-очень притрано. Вот это очень вкусная штучка. Там внутри тоже железка. Молоко в соке. Очень вкусно. Мне нравится. Вот я беру вот такие вот. Такие, вот такие, вот такие вот. Вот. Она как-то перекурс и очень вкусно. Дальше. Здесь сок получается. Такой апельсиновый, мандариновый. Это что у нас там, таматный, пожалуйста. Вот, ну и прочее. Вот здесь какие-то, как эти, бады у них. Тут такое дурацкая фигня. Он тоже сок-сок-сок, смотрите, какой-то дровой. Семь-четырекласс. А здесь, конечно же, разные снеки. Вот это водоросли очень любят они. Кушать снеки. Вот эти водоросли. Со вкусами разными. Это просто водоросли. Ну, типа норик. Вот, всякие разные. Вот эти шариками, трубочками. Такие, сякие. Вот мы взяли несколько штук таких, привезем. Попалываться. Такие снеки. Ну, полно всяких разных. Цены разные. Тоже. Так. Ну, здесь у них, соответственно, вода. Так, разное. Здесь у нас напитки. Я уже не буду для этих холодильников, потому что холодно. Ну, так. Здесь, кстати, очень холодно. Заморозка у них прям такая серьезная. Так, дальше. Всякие у нас напитки. Тут полно всяких чаев. И зеленый чай, и напитки, и бьюти-дринки, и токийские. В общем, короче, любой выбор вообще. Коко-поло. Всякое разное. Вот. Дальше что у нас тут? Всякие энергетические напитки. Вот есть у них вот такие вот китайские напитки. Они маленькие такие. Они прям действительно так бодрят. Очень неплохо. По 12 бат. Тайцы, кстати, очень много их пьют. Вот. Очень большой выбор вкусного холодного кофе. Очень классный кофе. У нас такой стоит вообще очень дорого. 100-150 рублей. У нас такой маленькую баночку. А вот здесь же он стоит, ну, 40-40 рублей примерно. Тоже какие-то типа с витаминами всякие разные. Вода газированная. У них как соды. Вот. Есть синха, есть рог. Мутрок берем. Прикольно. Она недорогая. Берем сразу вот такую упаковку. Там бутылочка 0,33. Вот. Здесь сейчас алкоголь закрыт. Потому что у них не продает алкоголь с 14 до 17. Вот. Пока все закрыто. Здесь напитки любые. Можете взять. Тоже снэки. Полно всяких разных снэков. Здесь есть чипсы, снэки. Очень полно всяких разных. Не буду уже отдельно. Потому что ты с ума сойти. Знаете, сколько я тут разных видов. Вот. Ну, они здесь вот по снэкам. Просто. Я такой количе никогда не видела. Может быть, в Китае больше выбор. Так. Здесь вот какие-то специи. Соль. Вижу. Вот это, кстати, глютамат. Что кто-то не подумал, что это соль. Это усилитель вкуса. Глютамат. Соль она выглядит по-другому. Соль. Вот. Вот. А, нет. Да, с чугурой вообще. Парадон. Где-то здесь соль была. Вот. Яйца. Кстати, цветные яйца. Это тысячелетнее яйцо. Имейте в виду, оно будет другое. Оно вот такое черное внутри. Вот я вчера ела такое яйцо. В этом. В дизлимитке. То есть, вот обычные яйца есть. Есть вот такие розовые, зеленые. Как только цвет отличается от стандарта, значит, это не настоящая яйца. Ну, в смысле, сублимированное и прочее. То есть, ну, не классическое. В общем, смотрите, здесь тоже всякие разные закрутки. Вот. Есть очень много тунца в баночках. Вот такой вот. Для салатов, для бутербродов. Они очень любят. Вот и будут с тунцом. Разные соусы. Соевые, кетчупы, тайские, рыбные соусы. Полно очень много. Кофе, пожалуйста. Вот здесь вот лапша. Лапши очень много видов. Очень популярная у них лапша мама. Вот такая лапша. Мы домой, кстати, даже взяли несколько таких пачек. Вот. Привезем. Будем всех угощать. Сразу большую упаковку взяли. Я вот такую еще взяла лапшу с птичкой. Она, кстати, не дешевая. Вот. Но гораздо еще классная. Она, по-моему, корейская. Если насыпается. Так. В общем, полно-полно-полно. Здесь, кстати, прямо вот можно взять лапшу. Здесь же ее забодежить себе. Потому что здесь кипяточек. Совершенно бесплохо. А здесь вот напитки, например, вы берете. Можно лед насыпать вот отсюда. Здесь вот напиток. Ну, и просто подходит со стаканом. То есть платить только чисто за стакан. Все. Безлимитная вот эта вот тыгня. Вот можно вот такой взять стакан. Пожалуйста. Вот тоже лапша всякая разная. Лапша-пша-пша-пша. Так. Ну, здесь тоже. Здесь хлебобулочные. Бутерброды, тосты, хлеб. Даже вот смотри. Что очень оригинально. Банан. Один. Вот. Продают по одному банану. Могут продать одно яйцо. Короче. У нас же никогда так не делают. Так. Дальше что? Что? Разные такие словечки. Булочки, словечки. Вот такой хлеб, например. Тоже. А-ля тостовый. Видите, он уже обмазан маслом. Это вот, знаете, вот страна Таиланда и Вене у нас. То есть вот он уже просто помазан маслом. Или чем-то еще. Тост. Вот. Можно запекать. Кстати, я уже даже нарисовала, как вы делаете. То есть можно так же взять и его там вам погреют. Так. Что у нас здесь? Тоже всякие разные сосачки, конфетки. Вот это вот черешня или вишня. Это тоже какой-то фрукт. Вот такие я, кстати, привозила. Это из кироба или как-то так, не помню, называется. Вкусненькая тоже штучка. Вот это вот папайя. Это вот манго сушеная. Черешня, вишня. Там полно все. Так. Сосачки, холлсы, конфетки, марибо, ментосы. Короче, просто вот тьма. Вот такая, кстати, карамельная штучка вкусная. Тоже вот тут полно. Вот такие, кстати, очень классные штучки от горла. Ну, сосать. То есть если горло болит, они и вкусные, и полезные. А мне еще очень понравится вот такие вот ссореная карамель. Я прям влюбилась в них, они просто очень вкусные. Вот я не знаю, от чего они, но я такой взял несколько штук домой. Так, холлс, пожалуйста. Вот такие штучки. Ну, полно, короче, да? Кит-каты, конфетки. Вот здесь, пожалуйста, замороженная еда. Тоже готовая. В холодильниках. Пицца есть. Ну, полно вот. Честно, с голоду у них помрёте. Макашницы, пиццы, замороженная еда. То есть... Что мне нравится в Таиланде, то, что действительно, знаете, очень много вот какой-то быстрой еды. То есть, как вот этот прикус. Вот. Тоже, вот видите, в СНЛ представлено. В принципе, это мини-филиал большого магазина. То есть здесь есть всё. Здесь стаканы, пожалуйста. Всякие тёрки. Мы здесь, кстати, губку купали. Кем и тебя посуда. Вот. Даже если вдруг вы пришли, например, на улицу, например, едите, да, вот нам, например, на рынок пришли, у вас есть набор. То есть прям набор продают вилкой, ложкой. То есть кто не любит есть пластиковые приборами, вот можно вот так вот взять и всё. Вот. Также открывашка. Пожалуйста, нож. Всё походное. Всё, что надо. Вот. Здесь тоже какие-то лаки. Мыло есть, шампунь. Всё, всё, всё. Туалетная бумага, генические там, так сказать, вещи. Вот, кстати, вот это вот, хочу обратить внимание, вот это вот прокладки женские с эффектом охлаждения. Култ Фрэш. Я не знаю, как они там пропитывают, но вы когда их надеваете, эффект холода. Как будто у вас холодно бронзе. Я первый раз надела, я офигела. Но к ним надо привыкнуть. Вот я домой взял вот такую маленькую пачку. Буду пробовать. Вот. Это охлаждение. Также у них есть прокладки с эффектом, как его называется там, ну, обеззараживанные, как так вот, напомню. Вот. Есть даже вот трусики такие, вот видите, на вечер, ну, на ночь. Наверное, мой размер нету. Вот. Вот видите, трусики. Трусики и прокладки. Всё. Кажется, один, поспал и всё. Туалетная бумага по рулонам. Нормальная, кстати. Вот этот скотт очень хорошая бумага туалетная. Типа Кринокс, наш. Ваниши, моющие, чистящие средства. Хорошо для стирки. Есть очень классные у них с поддушкой вот такие вот штучки. Ну, прям вот эту фигню и строим. Потому что, в принципе, мы не загрязняемая одежда. Она у нас чисто, знаете, под освежить всё. Очень много ароматной очень штучки. 85 бат стоит, 99. Здесь вот такие вот маленькие, походные, на один раз. Подвожка стоит. Лед отдельно у них продавинца. Тоже от полной всяких розов-снеков. Вот такие вот девочки меня советуют. Взяла тоже несколько вот таких упаковок рыбки. Вот. Ну, это как рыбка-снеки. Так, здесь у нас тоже. Смотрите, здесь щетки, зубная паста, всякие листрины, мыло, шампунь, гели. Вот такое, кстати, мыло тоже очень здоровое. Пахнет очень здорово. И очень большие у них такие дозировка. То есть, ну, 100 грамм. У нас же сейчас вот покупаешь кусок мыла там по 70 грамм. Маленькие все, все. Шампучки. Но в основном здесь персонально маленькие варианты, чтобы вот пришел и ушел. Присыпка детская. Всякие разные присыпки, побриться. Ну, короче. Вот. Здесь же можно купить алкоголь, сигареты. Можно сделать здесь кофе. Вот, вонючки. Мороженка. Очень много всяких разных видов вкусных. Я замерзла, я ухожу. Вот. В общем, мораль все басен такова, что в Таиланд... Спасибо. Мораль басен такова, что в Таиланд нужно приезжать чисто с деньгами, а все остальное вы купите здесь. Надеюсь, вам понравился по имени обзор продукции в магазине 7-11. Вот. И подобных ему всяких разных топсов и прочее. Вы поставите этому видео лайк, возможно, им поделиться, напишите добрый комментарий. А мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо всем. Пока-пока.